Ушел из жизни Михаил Игнатьев, второй президент и первый глава Чувашии. Он руководил республикой с августа 2010 по январь 2020 года. Михаил Игнатьев родился 8 января 1962 года. В семье был шестым ребенком. Рано остался без отца. По окончании средней в школе в деревне Яноши приехал в Чебоксары и поступил в энергетический техникум. Отслужив в армии, вернулся в Чебоксарский район. Работал электриком, бригадиром, председателем колхоза, а затем и руководителем муниципалитета. Одновременно учился. У Михаила Васильевича было в общей сложности три высших образования и кандидатская степень. С января 2002 года возглавлял Министерство сельского хозяйства Чувашии. На должность президента республики был назначен Дмитрием Медведевым в июле 2010 года. В 2015-м избран главой Чувашии. За время его руководства регионом рост промышленного производства составил 143%. Чувашия полностью вышла на самообеспеченность по основным продуктам питания. Внешнеторговый оборот увеличился почти вдвое. Особое внимание уделялось социальной сфере – развитию здравоохранения, образования, физкультуры и спорта. В июле прошлого года Михаилу Игнатьеву стало плохо сердцем. Он был доставлен в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. С февраля он неоднократно проходил лечение в кардиологическом центре в Санкт-Петербурге. С начала мая находился в реанимации. На фоне сердечной недостаточности и из-за долгого пребывания под аппаратом оксигенации у него развелась больничная пневмония. После хирургического вмешательства ему ненадолго стало лучше. Но затем состояние вновь ухудшилось. И 18 июня Михаил Игнатьев ушел из жизни. Соболезнования в связи с кончиной бывшего руководителя региона выразили временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев, первый президент республики, вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров и другие официальные лица. Прощание с Михаилом Игнатьевым состоится 21 июня, воскресенье. В Ледовом дворце Чебоксары арена с 9 до 12 часов.